В заседании суда сегодня было очень много людей, это пострадавшие, также были родственники подсудимого Александра Руденко, того самого водителя BMW X6, который попал в ДТП с Рено на перекрестке Ленина-Анатолия. Надо сказать, что подсудимый очень нервничал, когда судья спрашивал у него личные данные, тот сперва нормально отвечал, но потом начал путаться в показаниях, например, когда его спросили, сколько лет его ребенку, он так и не смог дать нормального ответа, и когда его спросили, где вы сейчас работаете, он также ответил, цитата, я уже не знаю, где я работаю. И на многие другие вопросы он отвечал, что он просто-напросто не знает. Что касается потерпевших, в зале заседания присутствовал Евгений Нагорнов, один из пассажиров автомобиля Рено, в результате ДТП у него погибли жена и дочь. Когда он давал свои показания, особенно когда его спрашивал прокурор о том, как он помнит, помнит ли он события той самой ночи, видно было, что ему тяжело отвечать, но он пытался держаться. Также он высказал свою неприязнь подсудимому, сказал, что тот не может даже нормально отвечать. Также отметил то, что путался в показаниях Александра Руденко. Также из пострадавших был отец Юлии Нагорновой, отец Сергея Федько, который как раз-таки находился за рулем Рено. Поэтому отец Сергея Федько сказал, что его сын находится сейчас в очень тяжелом состоянии. И пусть оно капельку улучшилось относительно прошлого года, но сейчас до сих пор он находится в очень тяжелом состоянии. Также был представитель матери Юлии Нагорновой. Он сказал, что она сейчас находится в очень тяжелом состоянии и сама не может находиться в заседании суда. Все пострадавшие просили судью о максимальной мере наказания подсудимому. И также были исковые заявления. В общей сумме около 50 миллионов рублей пытаются взыскать Александра с водителя BMW X6. Также хочу сказать, что мы пытались взять комментарий адвоката Александра Руденко. Но единственное, что он нам мог сказать, что он сам не понимает позицию своего подзащитного. И также добавлю, что мы пытались взять комментарий непосредственно у Евгения Нагорного. Но как он нам сказал, что сегодня его дочери Марии сегодня бы исполнилось 4 года. И поэтому единственный его комментарий на этот день это минута молчания.